Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Европарламентом, поблагодарил европейцев за поддержку Украины в её борьбе против российской агрессии. Европарламентарии аплодировали стоя, приветствуя украинского президента. В своём выступлении Зеленский заявил, что Украина и Европейский Союз совместно защищаются от самой большой антиевропейской силы современного мира, которой сейчас является Россия. Украинский президент обещал, что Киев будет бороться до победы. Эта тотальная война, которую сейчас развязала Россия, идёт не только за территорию в той или иной части Европы. Её угроза заключается только в том, что там есть диктатор с огромными запасами советского оружия. Его поддерживают другие диктаторы, предоставляющие оружие, в частности, иранский режим. Чтобы иметь возможность вести эту войну, Кремль абсолютно цинично. Последовательно, шаг за шагом, год за годом разрушал то, что мы считаем основой нашей с вами Европы. Председатель Европарламента Роберто Миццоло, предваряя речь президента Украины, призвала страны ЕС поставить Украине ракеты большей дальности и истребители. Государства должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага предоставление дальнобойных систем и самолётов, необходимых для защиты свободы, которую слишком многие принимали как должное. По словам Миццоло, ответ Евросоюза должен быть пропорционален угрозе, а угроза, по её мнению, является экзистенциальной. Она подчеркнула, что Украина борется за европейские ценности. «Будущее вашей нации в Европейском Союзе», – заявила она, обращаясь к Зеленскому. В свою очередь, украинский президент выразил уверенность в том, что его страна, после того, как победит в войне с Россией, сможет присоединиться к Евросоюзу. В этот же день украинский президент принял участие в экстренном саммите глав государств и правительств стран Евросоюза. Обращаясь к лидерам стран ЕС, он заявил, что Украина нуждается в боеприпасах, современных танках, ракетах большей дальности и боевых самолётах. Зеленский призвал ускорить поставки оружия Украине, прежде чем Россия сможет собрать свои силы для нового нападения. Помимо обсуждения новой военной помощи Киеву, на саммите ЕС речь идёт также о процессе вступления Украины в Евросоюз, расширении санкций против России и привлечении её к ответственности за военные преступления в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok